Проектирование душевой. Сейчас мы рассмотрим проектирование стандартной душевой кабины. Нажимаем в левом верхнем углу экрана на кнопку File, выбираем строку душевая. Нажимаем в правом нижнем углу экрана на кнопку новая душевая, вводим название в графу имя работы и клиент. Нажимаем на кнопку Размеры. Программа предлагает нам выбрать тип душевой кабины, которую мы хотим спроектировать. Нам представлены душевая в одну линию, душевая квадратного типа, где стекла расположены под углом 90 градусов друг к другу, дугообразная душевая, где стекла расположены под углом 135 градусов и индивидуальная душевая кабина. Давайте рассмотрим душевую кабину в одну линию. Два раза кликаем левой кнопкой мыши по соответствующей картинке. Открывается окно, где программа предлагает выбрать тип душевой кабины. В верхней части экрана можно вводить изменения, например, делать правые двери или делать их двойными. Давайте рассмотрим вариант одиночной кабины. Выбираем эскиз и два раза кликаем по нему левой кнопкой мыши. Мы видим наши стеклянные панели. В противоположной части экрана расположен вид душевой кабины сверху. В правом нижнем углу экрана отображается макет нашей душевой кабины. Нам нужно ввести чистовые размеры. Это те размеры, которые сделал замерщик, когда побывал на объекте. У каждой кромки стекла есть свое буквенное обозначение и свой цвет. Сторона А, сторона Б и сторона С. Вводим высоту по левому краю А – 2000 мм. Общую ширину проема Б выбираем 1200 мм. Высоту по второму краю С делаем также 2000 мм. Мы ввели размеры. Теперь необходимо оснастить нашу душевую кабину фурнитурой. Давайте выберем дверные ручки. Обратите внимание, что каждый раз, когда мы переключаемся между подкатегориями меню, программа показывает нам полный набор фурнитуры, который возможно применить в данном случае. Выбирать фурнитуру нужно по артикулам. Если же вы их не помните, то нажмите в правой части экрана кнопку «Чертеж позиции». На экране отобразится внешний вид данной фурнитуры. Переключаясь по списку дверных ручек, можно выбрать ту, которая нам подходит. Допустим, вот такую. Нажимаем кнопку «Добавить». Переходим в подраздел «Петли». Выбираем, например, 333 петли. Нажимаем кнопку «Добавить». Далее спроектируем нашу душевую, например, на напорных профилях. Переходим в профили и добавляем профиль Т15 вертикальный и Т15 горизонтальный. Нажимаем на кнопку «Трехмерный вид». Нажимаем кнопку «Рассчитать». Наша душевая просчитана. Нажимаем кнопки «Сохранить», «Закрыть» и «Сохранить». Добавить. Продолжение следует...